МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что говорит закон? У них есть даже такая инструкция, которой они руководствуются, что принципиальная позиция не приехать и быстро забрать автомобиль, а прекратить право нарушения. Это как превентивная деятельность. Не дружите с партнером по бизнесу. Как друзья становятся рейдерами расследования права на право? Его имя нигде не фигурировало. Он за все договаривается, он все делает, это все его дела. Но постоянно фигурирует либо его жена, либо его мама. Поддельные семена и фальшивые инспекторы. Схемы мошенничества в дайджесте новостей. И важное интервью с председателем Комитета Верховной Рады о том, как и за что можно отозвать депутата. Сейчас все депутаты отвечают перед теми избирателями, которые их избрали у себя в регионах. Внимание! Мошенники в Харькове под видом сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям работают аферисты. Поддельные инспекторы нагло вымогают взятки. За что и как правоохранители с этим борются? В нашем дайджесте новостей. Мошенники пытаются брать взятки у бизнесменов за непроведение проверок и непривлечение к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом предупреждают в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области. Спасатели напоминают, что их инспекторы при осуществлении проверок должны быть в форменной одежде, иметь при себе служебные удостоверения, удостоверение на проведение мероприятий государственного надзора, контроля и копию приказов на осуществление таких действий. Обо всех случаях мошенничество бизнесменов просят информировать национальную полицию. В то же время экологи очень рекомендуют не пренебрегать мерами противопожарной безопасности за самовольное сжигание травы суровые штрафы. Дуже активно зараз співпрацюємо ми з ДСНС і з Державним космічним агентством за результатами, ну, за минулорічними пожежами встановлено, де почалось загоряння, коли, чому, куди був розповсюджений вагон і так далі. Далі вже поліція встановлює винних. Ну, це кримінальне правопорушення доволі серйозне. Максимальний штраф, який передбачено, це за спалювання посадовому особому в ПЗФ, це 30 тисяч гривень. Продали фальсификата на 5 млн гривень. Нацполиція разоблачила преступну групіровку, которая сбывала поддельні семена сельхозкультур посредством офіціальної електронній системи публичних закупок. Продукцію маркировали товарними знаками известних мирових производителей, а реализовували предприятиям, фермерським хозяйством і физическим лицам. От противоправної деятельності пострадали також нескільки міжнародних компаній. По даному факту, открыто уголовне производство, фігурантам грозит до восьми лет лишення свободи. Правоохоронці провели обшуки на території Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей за місцем проживання фігурантів, складських приміщеннях та типографіях. Вилучено насіння, підроблені сертифікати, обладнання для виготовлення фальсифікату та більше 2 мільйонів гривень. Групу розбойників, преследователей, дальнобойщиков задержали в Одесской області. В состав банди входили жители Одесской області. Жертвами злоумышленників становились водители большегрузних автомобілів. Бандиты готовили на трассі очередну засаду. Они планировали ограбити водителя фуры, который следовал із Одеси в Запорізьку область і имел при себе 370 тисяч гривень. Следователи нацполиції установили, що злоумышленники тщательно готовились к преступлению, провели визуальну слежку за автопредприятием, откуда следовал выбранний імі объект. На автозаправці вони незаметно порезали шини на грузовике і дождавшись, коли фура остановиться, напали на водителя. Правоохранителям удалось задержати злоумышленника на горячем. У подозреваемых изъяли нож, газовый баллончик, стяжки и балаклавы. Им объявили о подозрении по части 2 статьи 187. Разбой Уголовного кодекса Украины им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы с конфискацией. В центре Киева водитель Лексуса ударил ножом водителя-эвакуатора. Пострадавшему медики оказали помощь, а полицейские разыскивают злоумышленника. В столице уровень недовольства эвакуаторщиками прямо-таки зашкаливает. Почему? Смотрите буквально через несколько минут. Одесские пляжи готовятся к наплыву туристов, а спасатели – к жаркому сезону. Сотрудники муниципальной службы провели учения на берегу моря, на пляже Лонжерон и показали, как спасают человека, упавшего на большой скорости сводного скутера. Инспекторы по парковке забирают с улиц неправильно припаркованные автомобили. Только в прошлом году в столице они выписали нарушителям более 62 тысяч штрафов. 52 тысячи машин эвакуировали. От неответственных киевлян в бюджет города поступило почти 17 миллионов гривен. Деньги огромные, но эта сумма лишь от минимального штрафа за нарушение ПДД, который составляет от 340 до 680 гривен. Именно столько перечисляется в бюджет города. Остальное – более тысячи гривен за саму эвакуацию – идет в карман частникам. За работу эвакуаторов Киевской государственной городской администрации отвечает Департамент транспортной инфраструктуры. Наши журналисты попытались получить ответы на ряд вопросов касательно эвакуации и благоустройства на парковках. Что из этого вышло? Смотрите в сюжете. Киевлянин Леонид Горковенко совсем не оправдывает автохамов и героев роликов про парковку. Он считает, что в общем штрафы эвакуации делают свое дело. Люди задумываются, где стоит оставлять свою машину. Но на себе убедился, какая выборочная логика у тех, кто должен наполнять бюджет, а нарушителей вывозить только в крайнем случае. В день смеха, 1 апреля, Леонид приехал на работу и оставил машину рядом с магазином, где работает. Утверждает, припарковался по всем правилам. Как раз в разгар карантина и локдауна, когда все был, транспорт не работал, приехал на работу на машине, как обычно, припарковался вдоль дороги. У нас как раз сняли все знаки, ни единого знака, запрещающего остановку, стоянку. Не было наушинском, собственно, я смотрю на них всегда. Ну и эвакуаторов здесь тоже 20 лет не было никогда, потому что здесь всегда брал. Припарковался, пошел себе на работу, собственно, выхожу, машины нет. Леонид не растерялся, взял и арендовал самокат. И уже на нем поехал на штрафплощадку. Оплатил все квитанции, в том числе и штраф за якобы неправильную парковку. Без этого вам авто не отдадут. Но стал ждать документы, подтверждающие нарушение правил. Когда через 10 дней ничего не пришло, подал в суд. Ну, собственно, вот я вот с ними сужусь. Движения с ноября никаких, уже пачку бумаг отправил, видео на дисках. По-моему, июня мне таки пришло на почту какая-то бумажка про эвакуацию. Ссылка в ней была недействительна, то есть узнать подробности, за что меня эвакуировали, так я не смог. Такие случаи, где нарушение не совсем очевидно и можно было бы выписать просто штраф, очень частые. Еще одна жительница столицы Елена Волошина забирала свою машину со штрафплощадки после того, как якобы перегородила пешеходный переход. Там, ну, есть у меня фотографии, скрин, то, что делала полиция с паркувания, когда забирала машину. Там, ну, очень много места, как бы 10 метров, которые они ставят. Они есть. За рулем женщина с 17 лет. Ее самое страшное нарушение – незначительное превышение скорости. Все улочки Киева знает отлично, как и парковки на них. И утверждает, что за последние 10 лет старые парковки застраиваются, а новых никто не открывает. Ничего не добавили. Нет, только все меньше и меньше. Ничего. Я знаю, здесь все переучет парковки. Столица перегружена автомобилями. Их зарегистрировано уже более миллиона. Дороги, мосты, транспортные узлы постоянно в заторах. Но при таком количестве машин Департамент транспортной инфраструктуры КМДА не планирует увеличивать парковок, считая, что таким образом будет поощрять автомобилистов. Но вот количество эвакуированных автомобилей только увеличивается. Дирекция Департамента так и не нашла времени встретиться с журналистами. Хоть и обещали, ответили письменно. Так, в 2020 году инспекторы выписали нарушителям более 62 тысяч штрафов. Из них 52 тысячи машин эвакуировали. Бюджет города пополнился почти на 17 миллионов гривен. Мы можем говорить изначально, что в Кодексе Украины про административное правонарушение есть статья 265 Прим 4, которая обозначает конкретное правило эвакуации транспорта, который мешает проезду, который припаркован с нарушением правил дорожного движения или который создает опасность для других автомобилей. Авто могут забрать, если вы припарковались в неположенном месте, например, слишком близко к пешеходному переходу или остановке, или если ваш автомобиль заблокировал дорожное движение. Как вызволить автомобиль? Если вы не пользуетесь приложением Киев цифровой, загрузите его и авторизируйтесь. Далее перейдите во вкладку «Городские сервисы», «Сервисы водителя», «Эвакуация», введите номер вашего авто. Также можно просто позвонить в полицию по телефону 102 или 044-287-8282, телефон горячей линии патрульной полиции. Там у вас спросят, где вы оставили авто, его номер и марку. Если ваши автомобили эвакуировали, система это покажет. Вы узнаете, когда это случилось, что именно вы нарушили и на какую штрафплощадку забрали ваше авто. Сначала надо оформить подтверждающие документы, которые позволят забрать свою машину, а также оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения до 510 гривен, за услуги эвакуатора – 1270 гривен, за место на штрафплощадке – 144 гривны в сутки. Вам должны предоставить акт осмотра и временного задержания транспортного средства. Это документ, в котором фиксируется состояние авто перед загрузкой на эвакуатор. Также вы можете обратиться в инспекцию по парковке. Они должны предоставить фото и видео того, как эвакуировали ваше авто. Там же будет видно, за какое нарушение машину забрали. Все эвакуаторы работают официально по тендеру. Были открыты договора и они размещены на сайте Киевской городской администрации, где обозначены все условия работы этих эвакуаторов, обозначены все фирмы, которые принимают участие в эвакуации транспорта. И точно так же официально написаны все договора по созданию вот этих парковок, штрафплощадок, с которых потом можно будет забрать свой автомобиль. Хотите узнать, кто именно получает доход после вашей неправильной парковки? Спойлер! В большинстве случаев это не город. В департаменте транспортной инфраструктуры КМДА сообщили, что они заключили договора с восьмию компаниями. Две из них коммунальные – КП «Киевтранспортсервис» и КП «Центрорганизации дорожного движения», а остальные шесть – частные фирмы. Это паркинг Украины – договор заключен в январе 2020 года, эвакуатор «Сервис» – договор заключен в ноябре 2019 года, экспедиция «777» – договор заключен в январе 2020 года, «Алготранс» – новичок, который работает на данном рынке с июня 2020 года, «Автососсервис» также работает с июня 2020 года и «Укртрансконтракт» – еще одна компания, приступившая к работе на рынке с июня 2020 года. Очевидно, работа здесь очень даже выгодна. Мы понаблюдали за тем, как часто машина доставляет на штрафплощадку. За полчаса возле точки на набережной Луговой подвезли десяток свеженьких автомобилей. Так, минимум 160 автомобилей за одну восьмичасовую смену оказывается за забором. Если штраф в бюджете – это только треть часть от суммы, что оплачивает водитель, значит, только за эвакуацию фирмы получили в 2020 году приблизительно 60 миллионов чистой выручки. Конечно, часть идет на зарплату, бензину и отслуживание спецавтомобилей. По мнению киевлян, которые помимо своей воли воспользовались такой услугой, цены завышены. Ведь на сайтах обычных киевских сервисов эвакуаторов, которые работают по вызову, цены намного ниже – 600-700 гривен за подачу и загрузку автомобиля, плюс 10 гривен за километр. Еще один опасный момент – возможность повреждения машины при эвакуации. Вашу машину не выпустят со штрафплощадки, если вы не подпишите бумагу, в которой не имеете претензий к работникам службы. Многие киевляне не намерены тратить время на разборки. Конечно, говорить о том, что не подписав данный акт, они не дают тебе выехать с парковки – это, в принципе, не совсем правомерно. Тут мы можем говорить о том, что они тебя принуждают к исполнению определенных действий, которые ты не хочешь выполнять. Но если человек действительно спешит, он махнет рощерком пера, после этого может, конечно же, заехать на экспертизу и оценить какие-то повреждения, получить справку от эксперта о том, что они были получены в связи с эвакуацией и транспортировкой, и после этого, конечно же, через суд требовать компенсацию. Если после эвакуации вы заметили повреждения, факт их наличия обязательно необходимо зафиксировать. Делать это должны сотрудники правоохранительных органов. При получении всех вышеупомянутых доказательств, материальный ущерб компенсируется фирмой, которая забрала вашу машину. Не будет лишним дополнить требования компенсации морального вреда, поскольку все вышеперечисленные обстоятельства потребуют от потерпевшего значительной стрессоустойчивости. Ежемесячно в Украине правоохранительные органы фиксируют примерно 50 рейдерских атак на частный бизнес. Эксперты выделяют три основные схемы – мошенничество, махинации с госреестрами и силовые захваты. Борьбу с рейдерством в Украине усилили. Так, в начале прошлого года вступил в силу новый закон о противодействии рейдерству. Но, как показывает практика, все же это не гарантия, что у вас не заберут дело в вашей жизни. Подставить и обмануть могут люди, которым вы безоговорочно доверяете. Что делать в таком случае, как защитить свое дело и перестраховаться от самовольных захватов? Смотрите в расследовании моей коллеги Галины Петришак. Тут надо быть осторожным. Сергей с трудом пробирается сквозь заросли кустов и высокой травы, чтобы показать нашей съемочной группе территорию некогда успешной пекарни, которая принадлежала его семье. Кольберты выпекали хлеб более 20 лет, но теперь, кроме заброшенных зданий и металлолома, здесь ничего нет. Здесь было постоянно действующее производство хлеба, который продавался не только в Бородянке, но и далеко за Иемежем. И очень много людей имели здесь постоянную работу и заработок. И наша семья, как правоприемники, как наследники, точно так же не можем навести здесь порядок. Тесть Сергея, Виктор Кольберт, открыл свое дело еще в далеких 90-х. Приехав с женой из Калининграда, они поселились в небольшом поселке Бородянка Киевской области. Начали строить дом, вести хозяйство и понемногу развивать собственное дело. У папы много было идей, затей, и мозги так работали, что он все время хотел что-то делать людям хорошее. Постоянно занимался и производством, и все, и тянулся к людям так, чтобы совместно кому-то и молодежи помогать. Хлебом занимались, выпекали хлеб, кормили людей. И пасхи на пасхе, всегда такие вкусные пасхи были на фирме. Что к нам такие участи стояли за этими пасхами. Бизнес шел успешно, и со временем активы семьи Кольберта пополнились новыми земельными участками и помещениями под производство. Виктор с женой воспитывали двоих дочек, учили музыки и были уверены в безоблачном будущем. В это время на пороге их дома объявился молодой человек, начинающий бизнесмен Дмитрий Науменко. Как оказалось, Дмитрий живет неподалеку, да и семья знакома с его матерью около 30 лет. Дмитрий только недавно открыл свою строительную фирму, и они с Виктором сразу нашли общий язык. Он ему очень верил, очень видел как перспективного молодого умного человека, который во все вникает, ему все интересно. И он ему очень доверял, и любому никаких, никогда ни расписок, ничего не бралось. Все время как бы мы вместе что-то будем делать. Ну то есть он очень доверчиво к нему относился. Очень положительное впечатление, причем почти у всех. То есть очень добродушное лицо, добродушный человек, и в принципе как бы очень легко входит в доверие. Однажды Дмитрий обратился к Виктору за помощью. Он планировал занять крупную сумму денег, 48 тысяч долларов у знакомого якобы на развитие бизнеса. Но тот соглашался одолжить деньги только юридическому лицу. Под этим предлогом Дмитрий попросил Виктора временно ввести его маму в состав своей фирмы. Сделку провернули через договор купли-продажи. Виктор продал маме Дмитрия 70% своей фирмы. Согласно договору, семья Науменков должна была расплатиться в течение года. Он сначала не согласился, потом позвонила его мама Нина Науменко. Начала его убеждать в том, что они знакомы уже 30 лет, и она ручается за то, что сын с ним рассчитается. Но пришел год, и Дмитрий не спешил рассчитываться за покупку части фирмы. Да и официально не обязан был, ведь документы были оформлены не на него, а на маму. И он, вы понимаете, такой хитрый парниша. Сам-то он на себя не брал, а он на маму это взял. И теперь мама у него как бы во всех фирмах чуть ли не директоры. Лично его имя, в принципе, никаких ни в документах, нигде, его имя нигде не фигурировало. То есть он за все договаривается, он все делает, это все его дела. Но постоянно фигурирует либо его жена, либо его мама. Этим временем физическое здоровье Виктора Кольберта ухудшалось. Он, как ликвидатор Чернобыльской АЭС, все чаще попадал в больницы с различными заболеваниями. В это время мама Дмитрия Науменко созвала сборы участников фирмы, на которых было решено искусственно увеличить статутный капитал предприятия, тем самым увеличив свою часть до 91% и уменьшить часть Виктора до номинальной 9%. Также его сняли с должности директора фирмы, но, по словам семьи Кольберта, Виктор на этих собраниях не присутствовал и не знал о происходящем. Просто исключают протоколами на сборах, на которые его ни разу не приглашали. То есть приходили письма какие-то с приглашением, либо не на тот адрес вообще. До нас доходило уже через два месяца после этих сборов. То есть папа ни разу не присутствовал на сборах, на которых они все это решали. В 2016 году Виктор подает в суд на Нину Науменко с иском о расторжении договора купли-продажи, так как условия сделки не были выполнены. Ни Дмитрий, ни его мама не рассчитались за покупку части фирмы Виктора Кольберта. Суды длились пару лет. В итоге Верховный суд Украины удовлетворил иск и вынес решение о расторжении сделки и признал, что семья Науменко не заплатила 140 тысяч гривен за полученную часть фирмы. Но когда в 2018 году дочка Виктора Катерина пришла к регистратору с решением суда в руках, оказалось, что такой фирмы больше не существует. И когда Верховный суд решил разорвать договор купли-продажу, то, собственно говоря, когда мы пришли к регистратору, а регистраторы говорят, а фирма уже закрыта, ее уже нет. Во время судебных тяжб мама Дмитрия Нина Науменко ликвидировала фирму МП Виктория и все имущество переписала на другую, новосозданную фирму МП Виктория Бородянко, а потом и на третью, то в дружне пассаж. Юрист Александр Стракань называет такую последовательность действий мошенничеством. Такие действия – это рейдерство, попросту отжим предприятия. Знаки шахрайства в данном случае, статья 190 Уголовного кодекса Украины, потому что весь этот ход событий свидетельствует о том, что у лица не было намерения вернуть исключительно долг или еще каких-то действительно адекватных мотивов. Был один мотив – получить доступ к компании, забрать оттуда все активы и бросить ее, соответственно, на растязание. А вы там дальше берите и отматывайте все через суды. На сегодняшний день это может быть на года. Сегодня Дмитрий Науменко, депутат Бородянского сельского совета, занимает должность главы бюджетной комиссии и отвечает за распределение местного бюджета. Говорит, что вопрос с Виктором Кольбертом у него давно решен, и он ничего никому не должен. А у нас официальная позиция, что мы сплатили. У нас есть на сегодняшний день подтверждение. Мы проходили полиграф. Мы пропонували другой стороне так же пройти полиграф, чтобы они ответили. То есть деньги были заплачены? Есть капитанция? Были деньги заплачены лично Виктору Сатурновичу готівкою. Хотя Дмитрий говорит, что все заплатил, в суде он не смог этого доказать. Так, в решении Верховного суда указано, что условия сделки, а именно уплата денег за покупку части фирмы, не произведены. Узнать подробности наши журналисты приехали к самой владелице фирмы Науменко Нине. Но та, услышав фамилию Кольберт, просто закрывает двери. Я к вам по поводу Кольберта, вашего старого знакомого. Мне сказали, что вы знаете его более 30 лет. Я его не знаю. Да подождите, пожалуйста. Кроме семьи Кольбертов, с депутатом Науменком борется еще один частный предприниматель – Юрина Джуз. В 2017 году Виктор Кольберт переписал на нее свою фирму ПП «Сатурн», так как по состоянию здоровья не мог больше вести дела. С каждым годом Виктору становилось все хуже, и в 2020 году он умер в реанимации. Ирина заявляет, семья Науменко захватила земельный участок в центре Бородянки, который находится в аренде у ее фирмы «Сатурн». И вот так получилось, что майно, которое сейчас належит мне ПП «Сатурн», в аренде земельная делянка в селищной Раде, арендная плата нараховывается на ПП «Сатурн», а используется фактически майном и получает доход от аренды земельной делянки, от сдачи в аренду, в субаренду, вернее, Дмитрия Науменко. Спорным земельным участком предприятия «Сатурн» пользовалось еще с 2010 года. Но в 2012 году семья Науменко оформила паспорт привязки, благодаря чему получила разрешение поставить свои киоски именно на арендованном ПП «Сатурном» земельном участке. Потом киоски сдали в аренду и получали прибыль. Платить же за пользование землей должен ПП «Сатурн». В самом документе в разделе «Право пользования земельным участком» указано, что договор аренды в разработке, то есть у семьи Науменко не было на руках подтверждения права пользования этой землей. Сам Дмитрий говорит, что не помнит, как оформлялся паспорт привязки. У вас было право пользоваться этим земельным участком? Я не могу вам сказать, что это было 10 лет назад. Я не помню, как оформлялся этот паспорт привязки. Фирма «Сатурн» лишена возможности пользоваться данным участком, поэтому за ней числится долг – 67 тысяч гривен за неуплату аренды. За это местный совет намерен разорвать договор аренды с ПП «Сатурн». Когда у меня было 60 тысяч гривен, фирмы Науменко мали больше 100 тысяч. И с ними договор не разорвали. Но есть документы, что Науменко и его дружина отримают доход от этого маяна. Согласно официальной информации Бородянского сельского совета, действительно, за двумя фирмами семьи Науменко числится задолженность выше 100 тысяч гривен. По поводу фирмы «Тов Евробуд», которая задолжала Бородянскому сельскому совету 116 тысяч гривен. Есть решение суду? Есть официальный ответ Бородянского сельского совета. До Бородянской селищной ради, будь ласка, я не буду с вами спілкуваться. Юрист Александр Стракань утверждает, доверие – первый инструмент в руках мошенника, поэтому какими бы близкими не были отношениями между партнерами, важно каждую договоренность страховать. Даже любые какие-то там неформальные ваши договоренности лучше фиксировать на бумагу, как минимум в форме джентльменского соглашения, которое все-таки в дальнейшем можно будет использовать как доказательство. А лучше, конечно, если это будет соответствующий законопредусмотренный формой договора, то есть корпоративный договор, если мы говорим сейчас о сотрудничестве бизнес-партнеров в рамках субъекта хозяйственного. По словам юристов, даже обычная расписка от партнера о соблюдении договоренностей может спасти бизнес от чужих рук и в суде значительно усилит доказательную базу. Одной из ошибок было то, что лицо действовало очень медленно. В данном случае лицо должно действовать быстро. Это основа. Вы должны создать давление на рейдера, для того, чтобы он почувствовал себя неудобно. Иногда, если рейдер чувствует, что на его пятки уже наступает, он отступает. Сегодня судебные тяжбы по возвращению отобранной фирмы МП «Виктория» из земельного участка продолжаются. Екатерина и Сергея ждет новая череда судебных заседаний. Программа «Право на право» будет внимательно следить за развитием событий. Мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию председателя комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Андрея Клочко. Ведь в рейдерстве подозревается не просто друг и знакомый семьи пострадавших, а действующий депутат Цельрады. Получился интересный диалог. Смотрим и делаем выводы. Каким образом проверяется порядочность кандидатов в депутаты? Подается пакет документов. Туда входит резюме, туда входит справка о несудимости, туда входит справка о отсутствии задолженности по элементам. Соответственно, в других документах не подается. Ну и подается автобиография, подается паспортные данные с места прописки, жительства. И, соответственно, проверяется это на уровне местном. Каким образом мы иногда видим, какие вещи происходят. Не всегда до конца можно проверить, потому что это отдается на, скажем так, на добропорядочность тех людей, которые подают документы и которые будут баллотироваться. Человек с судимостью может стать депутатом? Местный хорат, если была судимость и уже погашена, то да. Если судимость, там, только человек освободился из места освобождения с воли, да, то не получается, он не может противиться. Согласно этой справке, его документы не принимаются к рассмотрению. Какие-то дополнительные, там, может быть, наложен штраф, или за, там, коррупцию какие-то были, скажем, вещи, которые доведены судом, и есть решение суда, то даже если он избрался на эту должность, это, скажем так, основание для того, чтобы этот человек не находился на избранной должности. Если все же в судебном порядке будет доведена вина депутата, это как-то отразится на его профессиональной деятельности? Если, там, на местном уровне депутата местной рады, да, будет предъявлено решение суда о том, что у него есть, это фактически коррупция или это, там, вещи, которые связаны с криминальным делом, это является основанием для того, чтобы этому, там, депутату отозвали его с избранной должности, и он складывает полномочия. Есть решение суда, что он виноват и обязан, там, по криминальному делу вернуть эти денежные средства, это основание для того, чтобы он сложил свой мандат. Второе, это если он лично напишет заявление о сложении полномочий, третье, это несплата или мантик, ну и четвертое, это смерть. Если у человека плохая репутация, и раньше он был замечен в различных скандалах, насколько правильно выбирать его депутатам? Смотрите, это есть решение людей, которые проживают на этой территории и не определяют, кого они избирают. Увидимся через неделю. Берегите себя и своих близких. Пишите на почту правособачка.канал Дом ТВ, а мы сделаем все, чтобы вам помочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...